Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Неси, Господи! Речи Господь своим учеником, вся мне предана быша от отца моего, и никто же весть, кто есть сын, токмо отец, и кто есть отец, токмо сын, и ему же аще хочет сын открытий, и обрящая ко учеником един рече. Блаженний очи видящий, я же видите, глаголю бы вам, яко мнозий пророцы, и царьи восхотеша видите, я же вы видите и не видиша, и слышите, я же слышите и не слышаша. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня понедельник, 3 ноября. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 10 глава, с 22 по 24 стих. Давайте послушаем, как эта евангелие звучит на русском языке. И обратившись к ученикам, сказал, все предано мне отцем моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышите. Такое евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами небольшой евангельский отрывок, повествование от Луки. И дело в том, что вот именно этот небольшой евангельский текст очень важен для нас догматически, и как ни странно, в нем содержится ряд очень важных смыслов, ряд очень важных и глубоких тем, которые стали тем моментом, над которым рассуждали и размышляли многие толкователи священного писания. Ну, здесь мы с вами сказали, что этот отрывок очень важен догматически, и в первую очередь вот те первые слова 22 стиха, где говорится, что «Кто есть сын, знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Итак, то есть вот этими словами Христос подчеркивает ничто иное, как единосущее свое с Отцом. Здесь же мы с вами вспоминаем историю и развитие христианской церкви, вспоминаем с вами начало эпохи Вселенских Соборов, которая происходит с 325 года, тогда, когда император Константин Великий созывает Первый Вселенский Собор в городе Никея. В общем-то, причиной к созыву послужила ересь Ария, которая называла сына Арий, он называл сына Божьего, вовсе не сыном Божием, в том смысле, в котором понимаем мы, но неким тварным существом. То есть он рассуждал над тем, кто же есть в действительности, и что же есть в действительности Троица, и кто же тогда сын Божий. И вот как раз-таки вот эти слова для нас подчеркивают очень важный момент. Здесь Господь, конечно же, обращается к иудеям, называя себя подобным Отцу. Но подобным, то есть равным по своей природе тем, кто разделяет с Богом всю славу, все его достоинства. И вот здесь не случайно евангелист приводит для нас очень важные с догматической точки зрения слова Христа. Именно этими словами подчеркивается божественная природа Спасителя. То есть на протяжении долгого времени в ранней церкви вопрос о том, кто же есть сын Божий, до разрешения этого вопроса на протяжении периода Вселенских соборов, многие отцы сталкивались с дилеммой, кто же в действительности такой есть сын Божий, именуя себя Богом. И как же понимать тогда Троицу? Но вот эти слова, они как раз-таки дают некое прояснение для нас. И если термин единосущный, который употреблялся и употребляется в символе веры, в Никео-Цареградском символе веры, который был включен в сами собора, является термином небиблейским, как мы называем, то есть в Священном Писании о нем упоминания нет, то указания на единство природы, на единство славы, на единство вообще отца с сыном, без сомнения, в Священном Писании есть. И эти указания мы находим вот хотя бы в этом небольшом евангельском отрывке. «Все предано мне, отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Итак, другими словами, здесь выражается еще одна очень важная и глубокая мысль. И она заключается в том, что через Сына Божьего, то есть через Христа, мы приходим к познанию и мы приходим к Отцу. То есть через Христа раскрывается для нас Отец. Именно Христос, то есть Сын Божий, совершает дело нашего спасения, дело искупления человека. И через Христа мы приходим к Отцу, видевший меня, говорит Господь в одном из мест Священного Писания, видел и Отца. То есть через Сына Божьего мы приходим к Отцу. И Господь Иисус Христос для нас открывает эту дорогу, этот путь. И сам Он называет себя «Я есть истина, я есть путь», говорит Господь. То есть следуя за Христом, мы избираем для себя самую правильную и самую ясную и прямую и истинную дорогу к Богу. И вот посредством этого пути для нас становится возможным возвращение в то состояние, из которого некогда был извержен человек. И это состояние вот этого теснейшего общения и отношения с Богом Отцом, это то сыновство, которому нас Бог призывает. Вот эти слова, опять же, еще раз повторяемся, очень догматически важны для нас. С другой стороны, можем напомнить себе еще вот какую мысль, вот если посмотрим с точки зрения такой греческой философии, мифологии, вот на то, что говорит здесь Господь, то откроем для себя, ну, просто колоссальный смысл. Для греков Бог был вообще неизвестен. Бог для греков был неизвестен и для них существовала огромная пропасть между материей и духом. И греки так говорили, что Бога невозможно видеть и невозможно постичь. И это расстояние, его расстояние между человеком и Богом преодолеть фактически невозможно. Но вот здесь Господь совершает иное, Он говорит нам о том, что через Него мы постигаем и видим Бога, через Него мы можем стать сопричастниками божественной жизни. И это, этот путь открывает для нас как раз-таки Господь наш Иисус Христос. Ну вот, это Евангелие заканчивается еще одними важными словами. «Господь говорит, блаженны очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Итак, что же означают эти слова Христа? Здесь мы должны с вами вспомнить послание апостола Павла к евреям, 11 глава, это примерно стихи 36-го. Если мы откроем это послание апостола Павла, то найдем там буквально следующие слова. Он говорит, что были те, которых весь мир недостоин, весь мир недостоин, которые терпели скорби, которые скитались по горам и пещерам, которые были ненавидимы людьми, и их весь мир был недостоин. Но Бог уготовил для нас большее, дабы и они через нас имели славу. То есть вот этим мы должны понять следующее, вот через эти строчки священного писания. То есть весь Ветхий Завет, опять же по слову апостола, является пестуном или где-то водителем ко Христу. И все, что мы получаем сейчас в Завете Новом, в новое время, после пришествия Спасителя, для нас открывается во многом. И вся та преизобилиющая благодать, которая имеется здесь посредством церкви, того земного устроения, которое совершает здесь на земле Господь, мы имеем это обилие благодатных даров. И вот оказывается, что вся та праведность оказалась, та праведность, которой был недостоин весь мир, оказалась во многом меньше, чем нежели то, что является Господь, ибо во Христе совершается вся полнота божественного откровения. И вот для нас это очень важно, ведь мы сейчас имеем с вами все, мы с вами имеем все средства и все возможности, чтобы вернуться к Богу, чтобы стать достойными наследниками Царства Небесного, к чему нас призывает Господь. Вот имея все это, мы должны помнить о том, чтобы употребить свою свободу, свою свободную волю, свой выбор на то, чтобы исполнить это в своей жизни и стать достойными того, о чем мы с вами говорим, стать достойными наследниками Царства Божия вместе со Христом Господом нашим Иисусом. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Луки, 10 главу, с 22 по 24 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь, всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.